Добрый день дорогие друзья любители шахмат русскоязычного интернета с вами говорит гроссмейстер алексей армалинский здесь на ческом ru записываю ролики с партиями турнира претендентов далеко довольно я уже забрался вот пятый тур работая над партиями пятого туры сегодня рассмотрим партию между кириллом алексеенко и максимом вашего грава значит кирилл оклемался на старте конечно чувствовал себя неуверенно как дебютант турнира естественно потерпел поражение но как-то в третьем четвертом туре он уже видно что освоился держался нормально и вот теперь белыми француз другой стороны среди лидеров то есть у него плюс один и в общем играет довольно уверенно и очевидно было что намерен был ваш хилограф подтвердить давнюю теорию о том что участник который прорвался турнир в последний момент скорее всего его и выиграет ну ладно все еще впереди посмотрим главная партия сейчас значит так что у нас е4 да вот я говорю что нельзя списывать кирилла алексеенко со счетов и надеялся думал что он выиграет одну партию не знаю сколько партии но по крайней мере одну и как-то казалось честно говоря что может быть вот эту партию он и выиграет ведь начал то он энергично хорошо пошел туда на прямые варианты не боится серьезных теоретических познаний своего противника и огромного опыта игры в варианте найдерфа принципиальный вариант английская атака вот е6 но вообще говоря это как знаете лакмусовая бумажка вот скажем понятно да если белый играет вместо f3 слон g5 или слон c4 но там любой ответит е6 но все другие ходы f3 g3 там а4 слон е2 слон е3 но вот здесь вот проверка по-настоящему что ж ты ты черными да ты действительно играешь найдерфа и веришь веришь в эти идеи или ты просто используешь порядок ходов и хочешь уйти в шевенинген но избежать атака кереса которая в старом порядке ходов естественно когда играется е6 вместо а6 так вот белый играют g4 разумеется ну по-разному люди на этот вопрос отвечали вот скажем каспаров он любил не то что он знал да он там изобрел очень много чего шевенингенский вариант игрового разумеется блестящим мы помним его победу решающая 24 партия второго матча с карпом так вот гарри кимович стал чемпионом выиграл в любимом шевенингене ну да и другие может быть топалов но вот все-таки шахматисты более молодые они в основном все-таки ориентируются на е5 наверное предполагая что эти структуры шевенингенские опасны слишком у белых могут быть будут шансы на атаку но максим вашего граф не боится ничего и он пошел е6 и вот так вот ферз d2 значит замечания мои теоретические возможно они кому-то покажутся наивными может быть я не говорю о каких-то последних партиях не упоминаю какие-то стык ошибательные новинки но я просто хочу обрисовать ситуацию здесь для людей которые ну что-то это видели но может быть точно не знают и поэтому но не уверены почему вот делаются такие ходы вот в таком порядке в дебюте значит так начнем с хода g4 раньше ходилось так и вот старый план вот был вот такой что раз значит черный не хотят играть конь bd7 из-за g5 что конь на h5 вроде бы не так хорошо стоит он может быть вариантов спешки на е5 в найдерских вариантах нормально стоит наш 5 а здесь ему наш 5 ну неуютно нехорошо поэтому конь бд7 не ходили и вот так вот играл там каспаров да и многие другие значит этот ход ход делается чтобы коня поставить на b6 а потом другой выходит на d7 ну ладно это старая теория вот там у белых ну разные возможности иногда подрывали а4 начинали игру по всей доске но вот топалов который очень много работал над вообще на теории над этим вариантом особенности за черных насчетон вот в этих опаснейших вариантах где король черных застревает центре и много партий было черными просто проиграно в разгромным стиле он нашел вот такую идею то есть немедленно b4 школе сюда почему сюда дело в том что на конь c2 черные играют немедленно е5 вообще играют одними пешками да здесь конь выходит на c6 что может быть для найдорфа необычно но ведь белый конь не может попасть на d5 больше пешка на b4 защищена ну вот черный развивается не совсем понятно как тут белым получать преимущество это считается хороший вариант за черным поэтому конь а4 и тогда ход топалова конь d7 значит ферзя он держит на d8 это очень важно слоном естественно е7 он пойти не может там конь c6 ну вот и слона на b7 он тоже не ставит для того чтобы где-то лишняя защита понадобится пешке е6 а может быть игра по линии b а самое главное он планирует этим слоном вот как вот в этом варианте сюда выскочить на d7 и атаковать сразу этого коня на а4 вот такой вот план контр игры да разумеется тут пешку можно брать тут цена я дальше уже не пойду я скажу вам только одно даже если белые так могут играть в это другая другие шахматы совершенно другая партия вместо того чтобы играть аж 4 атаковать что они планировали белым приходится перестраиваться на оборону делать много аккуратных ходов и ну получится получится честь тебе и хвала но я прекрасно понимаю почему черные готовы на эту позицию идти но кто поддерживает идея топала ну как насчет владислава артемио так вот ну ладно ферзь d2 то есть от раннего же 4 отказались почему потому что теперь если черные вот так же пойдут вперед то белые то не обязаны рокироваться в длинную сторону они могут разумеется пойти c4 были такие партии а могут даже пойти и солнце 4 ну теперь ну что сюда слон до 7 уже не успевает есть ход а3 белые начинают какую-то игру сложно тут будет да вопросов нет но тем не менее у вот надежно прикрыт король пешка же никуда не двинулась и все спокойно поэтому кунь d7 но теперь а3 раньше опять же я говорю все время про старые времена ну говорили так что если белые пошли вообще а3 ну значит уже игра их замедлилось и даже черных это появится зацепка там b4 вспоминается партия фишера там правда свон стоял на g5 это в тех вариантах свон g5 f4 ферзь f3 что вроде бы там а3 неудачно было но современные шахматисты они смотрят на все конкретно ну вот остановили идею с b4 и все но ведь и черные также к этому подходят аж 5 ты меня остановила я тебя приостановлю нету белого хода g4 вот вот так разумеется идею с h5 мы больше более мы с ней знакомы когда это играется в варианте найдерфа вот здесь тоже можно и пошли они дальше по партии по партии между карлсоном и вашей ваграм которая была сыграна в лондоне на последнем этапе гранд частую закончилась она довольно сенсационной победой француза и ну в общем за много лет карлсон выигрывал все всевозможные тайбрейки плей-оффы чем короче контроль тем увереннее он выиграл 10 или 12 их выиграл подряд но вот все таки сумел эту серию вашей ваграф прервать вот именно в этой партии значит белый ферзи один сыграли так как карлсон играл но идея я думаю вот чем что после конца 4 логичного хода можно конечно отступить слоном на c1 а можно еще проверить и вот такое ну конечно уверенности нет конь застревает кто его знает ферзи 3 вдруг что-нибудь наклюнется здесь белый собирается просто взять на е5 не уверен конечно не уверен но наверное это все проанализировано может быть это проанализировано и отброшенного что там за пять минут мне честно говоря этим заниматься не охота по какой причине для собственно говоря здесь не не учу никого теоретическим вариантом тренерской работой я сейчас не занимаюсь на таком уровне что мои ученики должны были бы вот эту позицию смотреть да еще и до конца ну вот а лично у самого меня интереса большого к компьютерным анализом нет вообще никакого нет я лучше посмотрю какие-нибудь окончания там не знаю или там какие-нибудь старые партии ну каждому свое как говорится поэтому я сейчас остановлюсь ничего больше говорить не буду по этому поводу ну вот ферзь c7 ну вот выходить ферзиом впереди ладии сейчас многие шахматисты не хотят это делать во-первых пропадает идея жертвы на c3 жертвы качества который кстати каспаров использовал в этих структурах а во-вторых если вот допустим придешь конем сюда возьмем и ферзь c4 но у белых как-то всегда вот конь b3 потом и конь a5 или даже они могут пойти h3 вот как я показываю на этот ход есть ход конь a4 в общем это вилка на b6 неприятно здесь конкретная игра идет ферзь на c4 на самом деле расположен не очень хорошо он хорошо расположен там когда вынуждается размен ферзей тогда у черных ну благоприятный более спокойный сицилианский энджбер а здесь когда ферзь белых на e1 то может быть ферзь на c4 и расположенный неважно поэтому играет черный другим конем значит идея такая поддержать поддержать собрата b6 и когда мы заходим на c4 чтобы там стоял конь а не ладья уж тем более не ферзь ну что ж очень логично зато белые идут вперед и берут ладьей g6 ну это скажем так новинка ну наверное ну даже я не знаю ну вот как-то совсем не ожидать этого хода наверное наверное было нельзя да действительно против Карлсона отошел Максим Слон f8 ну что ход крепкий да то есть на данный момент никакие жертвы не проходят но в то же самое время все-таки фигура вернулась назад и здесь я думаю что и по ходу Игоря все-таки у Карлсона было лучше он сделал какой-то ход ладья g2 ну наверное неплохой защитил пешку там видно будет но интересно было слон g5 и так вообще-то самое напрашивающееся ферзиана h4 вот ферзь вышел на c7 да то есть жертвы на c3 не будет ну а там на h8 можно зайти ну по крайней мере можно посмотреть что там будет в общем наверное следовало ожидать хода g6 и вот здесь Кирилл он начал думать он в принципе думал это в правильном направлении я не могу его осуждать за заходы которые он сделал он понял что ну позицию черных не пробить без жертв все-таки это сицилианское и в правильном направлении работали его мозги но нерешительность все-таки присутствовала вообще в атакующих шахматах вот когда какие-то интуитивные жертвы там сложные позиции для для атакера очень важно уверенность в себе причем нужно не просто быть уверенным в себе но еще и противнику это показать вот в этом случае успехы приходят то есть ты нагнетаешь там наваливаешь наяриваешь там все идет вперед жертвуешь и все у тебя отлично противник обхватив голову руками сидит ну какой-то классический может быть пример как вот у Талии это было Виталий когда над своими жертвами он особенно не сидел там по полчаса даже вот как говорит мой друг Александр Шабалов все-таки воспитанник рижской шахматной школы и и Сталем занимался и в общем сам атакер еще тот он говорит ну нельзя если ты все считаешь аккуратно до конца ты ни на одну жертву не пойдешь поскольку ну они не проходят ты видишь опровержение нужно быть как как Миша Михаил Нехемевич да так что-то посчитал видимо что-то зевнул в этих вариантах ну а подумал ладно пойду пошел туда ну чем руководствуется в таких случаях атакующий шахматист руководствуется он согласно Шабалова не конкретными вариантами а богатством идей Шабалов говорит как вот ты смотришь вариант ну там два-три хода посчитал вот какая-то позиция да и без фигуры а какие у меня возможности а вот их раз-два-три-четыре о неплохо то есть вот на этом основано решение конечно это стратегия надежности не назовешь люди с другим сквадом характера с другим подходом ведь говорят что стиль в шахматах определяется характером человека может быть они так и не не могут играть или не хотят но каждому свое я так не могу но тем не менее Шабалов мы друзья уже 30 лет играли много раз ну в общем ладно возвращаясь после этого отступления возвращаясь конкретной позиции но вот что делать надо бить надо короче надо бить куда где как после серьезного раздумья было сыграно ладья бьет g6 ну понятно что это так и не выглядит жертвой поскольку ферзя ловим на d8 жертва настоящая была бы такая ну вот что то есть есть две пешки за фигуру ну ладьяна же всем расположена активно разумеется пока не видно как дать следующий шаг ну ну можно рассмотреть что ну как-то выйти ферзем да может быть ферзь g3 может потом ферзь f4 но черные вот к этому готовы то есть они играют так и теперь играют слон f6 вытесняют эту ладью в белых есть ход слон g5 все правильно взятие ладья берет ну вот так ну то есть вроде бы взятие на d6 ладьей ну ну там у черных есть разные возможности разумеется где-то может быть взятие на h2 отвлекая белого ферзя от защиты ладьи на g5 где-то может быть опять это жертва на c3 с контратакой слон с e2 конечно к атаке не подключается так быстро но можно было на это пойти может быть f4 надо сыграть а потом h4 но если решаться на такие вещи ну за доской это надо решаться быстро нельзя просидеть над этим делом даже полчаса это очень много нужно захватить психологическую инициативу без нее атакующие шахматы не работают да вы скажете но это вот дедушка рассказывает про какие-то 70-е года там или еще не дай бог про какие-то ну правильно да у вас компьютеры но у вас что в кармане да вас поймают ну вот говорить про то что это все разработано ну может быть разработано а может быть и нет может быть разработано да забыто да перепутано я верю что остается остается вот такая вот такая стратегия шахмата и я не думаю что присутствие компьютеров на заднем плане Ну, эту стратегию совершенно уже, ну, отменяют. Я думаю, дело не в этом. Я думаю, что, ну, скажем, не то чтобы отсутствие, но вот уменьшение количества атакующих шахматистов в процентном отношении и количества партий такого плана, связано с тем, что просто психологически люди не готовы так играть. Когда ты в таком стиле пытаешься анализировать дома, тебе сразу же выскакивает там минус три и какое-то компьютерное опровержение. Я не говорю, что это нужно игнорировать. Разумеется, в этом, ну, есть, наверное, правда какая-то объективная, но тем не менее, большой вопрос. Большой вопрос, смогут ли противники найти такого рода опровержение за доской. Так что, если у кого-то есть сила духа, играйте в такие шахматы. Я буду только очень рад. Сыграно было ладья бьет G6. Ну, этот ход, очевидно, вашил агралм анализировался, поскольку, ну, здесь-то бить нельзя, как он бьет Е6. Ответ единственный. Ладья берет. Опять же, длительные раздумья. Конь бьет Е6. Мы смотрели с добровым. Взятие на Ц3 тогда так. Ну, играем Ферзь Б3. Здесь, кстати, черные ходы повторять не могут. Если они пойдут сюда конем, то белые могут взять на Е6. На самом деле, ведь пока у белых лишнее качество, черные еще ладью не взяли на Ж6. Здесь все проходит. Здесь получится ладья и две пешки за две фигуры. Причем за двух коней, которые особенных клеток не имеют. Таких, ну, постоянных. Думаю, что белых здесь лучше. Но более правильно, конечно, взять ладью. Здесь, ну, что мы посмотрели? Ну, ничего мы тут не нашли в итоге. Фигуры нет. В общем-то, ничего. Ну, непонятно, как что подключить. К атаке. Вот слоны не участвуют пока. Можно сделать ничью, разумеется. Конь Ж7 и конь Е6. Не уверен. Мне кажется, что с точки зрения динамических возможностей за белых, немножко этот вариант бедноват. Поэтому конь Бьет Е6 было сыграно. Сюда. Шах. Очень много времени Кирилл продумал. Честно говоря, я опасался уже, что он ну, не разберется в позиции в какой-то момент и из-за недостатка времени может проиграть. Однако время не было потрачено впустую. Была найдена вот эта идея. Это очень хороший ход. Теперь у черных нет выбора уже никакого. Должны бить. И тогда да, что получается. Вадя бьется два. Ну, что смелый Максим. Проанализировано было это дома или нет? Я, честно говоря, думаю, что да. Поскольку вариант самый прямой. Он смотрел, естественно, свою партию с Карлсоном. Знал, что другие будут смотреть. Я думаю, что до этой позиции он дошел. Возможно, еще и дальше. Но, на самом деле, преимущества у черных нет. Несмотря на лишнюю фигуру. Максим сыграл в Ф6. Что открывает короля. И дает белому возможность всегда объявить вечный шаг. Но в то же самое время альтернатива ход коня в 6 тоже не выглядела убедительно. Поскольку, ну, по крайней мере, у белых есть такой ход. Ведь черный ферзь должен защищать ладью на С2. Ладья С1 шага нет, кстати. Слон на А6 еще живой. Так что вы не можете это делать. Никаких взятий на Б2. Ну, то есть, это есть, но там не проходит. Там не получается у черных мат. Это мы посмотрим потом на это. То есть, надо, видимо, ходить сюда. Ну, и здесь как минимум. Ну, правда, и как максимум. Ну, ничья здесь просто вечный шаг. Мата нет. Вечный шаг есть, а мата нет. Да. Ну, вот тут такая вот катавасия здесь. То есть, удивительным образом партия как-то просто приходит к мирному исходу. Оба противника оказались на высоте. Или на высоте своих анализов. Да. Самый правильный ход. Единственный, наверное, ход. Ну, какой-то безумный конь Д5 смотрели. Ну, это, думаю, нехорошо. Шансов на выигрыш точно никаких не дает. Ну, кому нужен такой Эншпельт? У белых ладья и пешка за две фигуры. Король на Ц8 далеко. Проходная Аш. Очевидно, что только белые могут играть на выигрыш. Не интересовало это француза. Он пошел сюда. Но здесь надо аккуратно отступить королем, чтобы мат не получить. Это единственный ход. Теперь конь должен занимать клетку Ц3, а не ферзь. Ну, правда, берут ладью. Ну, в общем, партия закончилась вечным шахом. На минутку мы с Володей Добровым подумали, а может быть белыми покатать этот Эншпелек? Все-таки два слона и пешка Аш. Но на пресс-конференции после партии Ваш Еваграф все это отмел, сказал Эйшпелек. У меня никаких вообще не было по этому поводу незаботный хлопот. Позиция равная. Наверное, он прав. Что с другой стороны? Конь на Е5 стоит очень сильно. Белый король не участвует в игре. Могут черные прорываться до 5, уменьшать количество пешек. Ну, я не знаю. Может, Карлсон бы и подвигал бы белыми. Но для Алексеенко, учитывая, что время на часах не оставалось, да и сил уже, наверное, было немного. В общем-то, его решение можно понять. Ничья. Ну что ж, неплохо. Интересная партия. Спасибо вам за внимание. С вами был Гроссмейстер Алексей Ермолинский.